OBD2 код неисправности техническое описание, неисправность цепи датчика числа оборотов на промежуточном валу, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2 с автоматическими коробками передач, это может включать, но не ограничивается транспортными средствами от Mazda, Toyota, Chrysler, Ford, VW, Dodge, Jeep, Mercedes, Lexus, Chevrolet и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, модели, конфигурации трансмиссии. Промежуточный вал, также известный как промежуточный вал, помогает распределить вращающую силу от входного привода на выходной вал внутри трансмиссии, скорость промежуточного вала зависит от того, на какой передаче вы находитесь, в механической коробке передач переключатель передач определяет это, поэтому нет необходимости контролировать скорость вращения промежуточного вала. С другой стороны, в автоматической коробке передач, если вы находитесь в режиме, D, передача, в которой вы находитесь, определяется TSM, модулем управления коробкой передач, с использованием нескольких входов датчиков, которые способствуют плавному и эффективному переключению автомобиля. Одним из датчиков, включенных здесь, является промежуточный датчик частоты вращения вала, TSM нуждается в этом конкретном входе, чтобы помочь в определении и регулировке гидравлического давления, точек переключения и схем, опыт диагностики других типов датчиков скорости, например, VSS, датчик скорости автомобиля, ESS, датчик скорости двигателя, и так далее. Поможет вам в этом, поскольку большинство датчиков скорости имеют сходную конструкцию. ESM, модуль управления двигателем, в сочетании с TSM, модуль управления коробкой передач, может активировать P0791 и соответствующие коды P0792, P0793, P0794, когда они очлеживают неисправность в датчике частоты вращения промежуточного вала или его цепях. Иногда, когда датчик выходит из строя, TSM использует другие датчики скорости в трансмиссии и определяет, резервное, гидравлическое давление, чтобы сохранить работоспособность автоматической коробки передач, но это может значительно различаться у разных производителей. Код P0791 цепь датчика частоты вращения промежуточного вала устанавливается ESM, модулем управления двигателем, и, или TSM, модулем управления коробкой передач, когда он, она контролирует общую неисправность в датчике скорости А или его цепи, обратитесь к руководству по ремонту для конкретного транспортного средства, чтобы определить, какая часть цепи соответствует вашей конкретной области применения. Примечание, запишите любые коды, активные в других системах, если горит несколько сигнальных огней, то есть, антипробуксовочная система, ABS, VSS и т.д. Фото датчика скорости передачи. Какова серьезность этого кода неисправности? Я бы сказал, что эта ошибка умеренно серьезно как упоминалось ранее, ваша автоматическая коробка передач все еще может работать нормально, тем не менее, это также может быть показательным, если один или несколько более важных вопросов, диагностика любой проблемы передачи как можно скорее, лучшая стратегия, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P0791 могут включать, жесткий переход, подсветка многочисленных приборных панелей, плохая управляемость, неустойчивая скорость двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода двигателя P0791 могут включать в себя, дефектный или поврежденный промежуточный датчик частоты вращения вала, электрическая неисправность в проводах между датчиком скорости и используемыми модулями, внутренняя проблема ESM и, или TSM, другие связанные датчики, соленоиды повреждены или неисправны, например, датчик частоты вращения входного вала, датчик выходного вала, соленоид переключения и т.д., грязная или низкая жидкость для автоматической коробки передач, ATF, какие шаги по устранению неполадок P0791. Основной шаг номер один Если вы изучаете этот код, я предполагаю, что вы уже проверили уровень трансмиссионной жидкости, если нет, начните с этого, убедитесь, что жидкость чистая и достаточно заполнена, как только все с точки зрения жидкости хорошо, вам нужно найти промежуточный датчик частоты вращения вала, часто эти датчики устанавливаются непосредственно на корпус коробки передач. Вы можете даже получить доступ к датчику из-под капота, это может включать удаление еще одного компонента, такого как воздухоочистители и коробка, различные кронштейны, провода и т.д., чтобы получить доступ, убедитесь, что датчик и соответствующий разъем находятся в хорошем состоянии и полностью подключены. Совет, обгоревшая жидкость ATF, жидкость для автоматических трансмиссий, является признаком того, что необходима новая жидкость, поэтому не бойтесь полностью обслуживать трансмиссию со всеми новыми фильтрами, прокладками и жидкостью. Основной шаг номер 2 Легкодоступный датчик скорости должен быть удален и очищен, это практически ничего не стоит, и если вы обнаружите, что датчик извлечен слишком грязно после его удаления, вы сможете буквально смыть проблемы, используйте очиститель тормозов и тряпку, чтобы обеспечить частоту датчика, грязи, или стружка могут изменить показания датчиков, поэтому убедитесь, что они чистые. Примечание, любые признаки трения на датчике могут указывать на недостаточное расстояние между кольцом реактора и датчиком, скорее всего, датчик неисправен и в настоящее время попадает в кольцо. Если сменный датчик все еще не очищает кольцо, обратитесь к производственным процедурам для регулировки зазора приемника, реактора. Основной шаг номер три – проверьте датчик и его цепь, чтобы проверить сам датчик, вам нужно будет использовать мультиметры и спецификации конкретного производителя и измерить различные электрические значения между контактами датчика, хорошим трюком является выполнение этих тестов с одних и тех же проводов, но на соответствующих контактах разъема ESM или TSM, это проверит целостность проводки и датчика. Продолжение следует...